Добрый вечер, дорогие телевизоры, зрители! Сегодня я буду брать интервью у нашего знаменитого, самого лучшего, видеографа всей Руси, Северного Кавказа, Тороса Царукяна. Южного Кавказа, не важно. Тороса Царукяна. Торос, привет! Привет, привет, Севера! Привет, Севера! Все отлично! Как всегда, да, это мой любимый ответ вообще. Торос, насколько я знаю, с вами была мечта, ты улетаешь в Тай. Да, я к этому очень долго шел, стремился к этому. Это была моя одна из целей своей жизни. И, наконец-то, это сбылось. Мне предложили поездку в Таиланд, работать. Вот, надо верить все-таки и идти к своим целям. А какая твоя основная мечта? Основная мечта все-таки путешествовать по миру и изучать мир и людей, культуру. Для меня это очень важно. И я вдохновляюсь многими операторами, которые ездят по миру и снимают именно народ, культуру. Это мне очень нравится. И я бы хотел, конечно, этим заняться и поизучать людей. Что нужно сделать, чтобы начать путешествовать? То есть это долгие планы, либо взять билеты и просто улететь? Ну, у меня как-то получилось все просто, наверное. Поездка в Таиланд сыграла большую роль. И после поездки я понял, что я должен заняться чем-то другим вообще. И я работаю в СМИ, я понял, что это не дает мне возможность путешествовать. И мне надо чему-то другому стремиться, научиться. А что ты посоветуешь начинающим видеографом? Самое главное, я считаю, это вообще общение с людьми и оставить хорошее впечатление в первую очередь вообще. И второе, естественно, делать качественно. Ты снимал конкурс красоты, ты снимал в эротическом жанре, ты делал ролик о Сочи. Что тебя больше всего привлекает? То есть какое направление тебе ближе по душе? Я могу сказать, что мне, в принципе, это все нравится. Работая с девушками, это приятно, это красиво наблюдать за красивыми девушками. Я показываю не какую-то порнографию, а я показываю именно красоту женского тела. Многие это воспринимают по-разному. Как бы всем доказать это сложно. И я приношу, но сказать, красоту на этой планете. А как ты реагируешь на критику? Вообще легко. Легко, и критика это хорошо. Я это очень хорошо воспринимаю. Мне это нравится, когда критикуют, а все в Тае значит, все хорошо, у меня все получилось вообще. После поездки в Тай ты уехал в Сочи. Почему на этот город? Потому что мне сказали, что здесь нет снега. А в Тае это было как бы сложно, еще поездку туда. Да, и в Сочи, почему? Потому что здесь тепло, снега нету. Это замена Таиланда была вообще, можно сказать. Но здесь же большая конкуренция, тут очень много видеографов. Тебя это не напугало? Конкуренция везде есть. В любом городе, в любой стране, не знаю, куда бы ты ни поехал. Это же хорошо, это же очень хорошо. Мне это нравится и можешь стать всегда лучше. Ну, ты приехал, ты начал снимать женский конкурс красоты. Я, кто раз познакомился с тобой, дальше ты снимал девушек, проекты. Как, почему выбирали на тебя, какой подход ты ищешь к клиенту? Я, если честно, даже не искал, и получил. Самое удивительное, так получилось, что мне предложили поснимать конкурс красоты, потому что они видели мои ролики, именно с девушками связанные. Возможно, это сыграло роль, что они понимают, что я могу работать просто с моделями. У меня как бы есть опыт. Просто я знаю, что не у многих операторов есть такая возможность. Многие просто ко мне обращаются, многие фотографы и видеографы. Как моделям достать и можешь ли нам в этом помочь? Вопросы для тебя, другие видеографы, помочь, научить их чему-нибудь? Многие начинающие видеографы, по-моему, просят, да, помочь, какие-то моменты, как это делать. Я без проблем помогаю, почему мне это делать. А ты не думал открывать конкурсы? Я думал об этом. Я понимаю, что у меня пока что времени не хватит, наверное, этим заняться. Но в будущем, я думаю, что возможно это все. А как вот со своей плотной загрузкой, да, то есть со своим плотным графиком ты решила бросить все и лететь в тайм, где-то, в принципе, оставить все здесь, работу в клиентах, это более, насколько я знаю, где есть какие-то другие корабли, то уже моментально все обрезать и улететь. Я такой человек, что люблю просто взять и уехать. Не знаю, как это называть, но мы живем одной жизнью все-таки. Надо делать то, что тебе в душе. Если тебе сейчас предложили хороший вариант, почему бы нет? То же самое было, когда я был в Миасе. Мне сказали в Сочи, там классно, тепло, я взял, переехал. Если клиентам нужно, чтобы я отснял, могут без проблем оплатить, и я поеду. Скромно, очень скромно. А что ты ждешь от поездки? Какое-то новое впечатление, что-то новое и новые знакомства, естественно. И я безумно жду этого момента. Ты о чем не мочареешь? Абсолютно нет. Я считаю, что нельзя жалеть. И зачем страдать, если это не вернешь и не изменишь вообще. У тебя есть какие-то планы на жизнь, или ты все-таки живешь одним днем? Можно сказать, что я живу одним днем, но у меня всегда есть цель, к чему стремиться. И после Таиланда это все-таки я делаю уже пост. Это возможно, что будут другие страны. Я пока что не знаю, какие, у меня могут просто какие-то предложения быть, и я жду их. Какая съемка тебе запомнилась больше всех? У нас была съемка в день Хэллоуина в Скайпарке. И это было самое крутое, из-за того, что мне предложили прыгнуть с Банжи. И это было очень круто. Я, на самом деле, уже второй раз прыгаю, но так же запомнилось, потому что я прыгал уже в ночь, и я непонятно куда летел. Как ты настраиваешь себя перед съемкой? Все-таки есть же волнительные моменты? Или ты уже настолько привык, что не испытываешь страхов? Я бы сказал, что волнуюсь я всегда, только потому, что у меня такое ощущение, что у меня сейчас батарейка сядет. Я волнуюсь, наверное, из-за этого больше. А так, творчески, почему-то я и считаю, что я смогу сделать все хорошо. У меня все-таки процесс именно технический волнует сильно, когда вдруг сейчас он отключится. Юля, а что ты можешь пожелать моим подписчикам? Не сидите на жопе ровно и идите к своей мечте. Это мои слова. Все, как мне? А это моя жизнь. Это твоя жизнь? Это я решаю, чьи я буду себе решить. Это моя передача. Ладно, пусть будет твоей передачей. Все. Все. Что ты выключил? Выстивается.